Глава 6. Ангелы не знают арамейского. Талмуд. Из дневных наблюдений Николай Степанович заключил, что дом на Рождественском бульваре, облюбованный когда-то Каином для своей резиденции, прибрала к рукам некая солидная фирма и теперь вовсю реставрирует его. Мало того, что материалы импортные, так и работают турки, правда охрана своя. Это была дополнительная трудность, хотя с другой стороны и противнику придется не легче. Ночами турки не вкалывают, успевают за день, так что дело иметь предстоит только с охраной. «Найдем что-нибудь, а?» — спросил он гусара. Гусар посмотрел на небо. Николай Степанович тоже посмотрел на небо, но там не было ничего, кроме облаков, ворон и поблекшего привезного дирижаблика с рекламой пива Гиннесса. «Кто же все-таки искал рыбака? Враг? Или еще кто-то уцелел?» Гусар коротко проворчал. «Уцелел, да. Действительно. Странно бы думать, что остался один я. И ведь еще кто-то был с тобой». Гусар снова проворчал. «Как бы нам это выяснить? Может, попробуем по принципу «да-нет»? Я буду спрашивать, если да, ты отвечаешь, если нет, помалкиваешь. Идет?» Гусар посмотрел на него таким презрительным взглядом, что Николаю Степановичу стало неловко. «Да», — агрессивно сказал он. «Да, только сейчас сообразил. Ну и что?» Бывает и хуже. Мог и вообще не сообразить. Потому что в детстве пытался так вот разговаривать с музгаркой, и ничего не получилось. Сравнение с каким-то безмозглым музгаркой решительно не понравилось Гусару. Он поджал брылья и наклонил голову, как бы говоря, «Ну, что еще с морозем?» Они выбрали чистую скамеечку на бульваре и сели друг против друга. «Ты с Тибета?» Молчание. «Вот это да!» «А тогда откуда же?» Гусар посмотрел еще более презрительно и лапой тронул ботинок Николая Степановича. «Из Австрии?» «Грррр!» «Человек, который был с тобой австриец?» Молчание. «Русский?» «Грррр!» «Интересно. Вы вышли из Рума в Притеченке?» «Грррр!» «Что же могло вам там понадобиться?» «Информация?» Молчание. «Вещь?» «Грррр!» «Как бы узнать, какая?» Гусар встал, оглянулся через плечо, приглашая следовать за ним, и небыстро пошел по бульвару. Возле перехода торговал киоск. Старенький, кооперативных времен, в центре таких уже не осталось. Гусар остановился перед ним, царапнул лапой стенку и поднял морду. Николай Степанович проследил его взгляд. Сквозь грязное стекло просвечивала жестяная красная с золотом коробка китайского чая. Золотой крылатый дракон изгибался на ней всем телом. «Купить этот чай?» Молчание. «Понял. Золотой крылатый дракон. Его вы искали?» «Гррррр!» «Нашли?» «Молчание». «Его там не было?» «Молчание». «Значит что?» «Он там был, но вам его не дали?» «Молчание». «Дали!» «Гррррр!» «Дали, но вы не смогли его забрать, потому что пришел этот, как его, ледяной мангас». «Гррррр!» «Твой спутник погиб?» «Грррр!» «Эта вещь тоже погибла?» «Гррррр!» «Понятно. Прими мои соболезнования, друг. Твой товарищ, ты его любил?» «Грррррр!» «Царствие ему небесное!» Николай Степанович перекрестился. «Упокой, Господи, душу раба твоего!» «Но как бы нам познакомиться поближе с остальными твоими друзьями, гусар?» Гусар вздохнул и так выразительно посмотрел на Николая Степановича, что тот опять остро ощутил свою житейскую несостоятельность. Шестое чувство. Москва, 1934 год, август. Белокыргызские стихи, с которыми я мог выступить на съезде, заказывали аж на Мадагаскаре. Наставник Рене приложил к ним руку. Я так и не узнал, имелось ли в них какое-то скрытое свойство, или же они были абсолютно инактивны. И если свойство и было, то оно могло не реализоваться в той удушливо-шумной атмосфере. Словом, когда меня просили что-нибудь почитать, я читал, а потом по бумажке воспроизводил подстрочный перевод. Над степью ковыльной седыми кобылицами тучи ходят. Под тучами, но над землею парит степной беркут, похожий на вихрь. То заденет он крылом ковыльные травы, то опять взлетит под самые тучи и грозно кликочит от радости. Другие птицы буря боятся. Прячутся они от бури, пищат. Толстый торбоган уже не стоит возле норки. В нее прячется. Даже орел. И тот забрался в орлиное гнездо на высоких скалах. Страшно ему в степи оставаться. Змеи укрылись в глубокие овраги, потому что боятся они грома. Шкуры свои они меняют от страха. Думают, что в новых шкурах народ их не узнает. Но народ мудр, двурушники, говорит он про змей. И змеи шипят в своем овраге, источая яд. Ураган поднимает в степи тучу пыли, срывает и юрты уносит. Бараны сбиваются в кучу. Мычат коровы, блеют овцы, собаки лают. Бедные чабаны на своих кривоногих лошадках объезжают перепуганных животных, успокаивают. Пока они здесь, чабаны, сатары, ничего не случится. И только гордый Беркут летает, где хочет. И едет по степи одинокий всадник. Не страшна ему буря и даже приятно. Воздух свеж при грозе. От молнии польза природе. Молнии — это электричество. Все попрятались от грозы и бури, а он едет. Прекрасные усы у всадника. Сталин, имя ему бесстрашному. И гордый Беркут видит, что не самый смелый он в степи. Камнем падает он с неба и лишь над самой землей раскрывает крылья. Послушной птицей садится на плечо всаднику. Ловчим соколом будет он отныне. А буря становится все страшнее и страшнее. Клянусь. Мне удавалось прочесть это, не дрогнув лицом. В зале после первого дня было уже весьма и весьма скучно. То есть не так. Было интересно для абсурдиста, для создателя физиологических очерков, но не для поэта и не для деперана Ордена. Господа красные маги почему-то активности не проявляли, хотя и должны были проявлять. Похоже было на то, что в верхах опять что-то назревало, и специалистов этого профиля перебросили на другой участок фронта. Впрочем, еще ничего не кончилось. А между тем в кулуарная жизнь становилась все более насыщенной. Пролетарский поэт А бросился с кулаками на критика Б, обвиняя его в гибели Маяковского. Создалось, просуществовало два дня и исчезло новое литературное направление – групповой реализм. Согласно манифесту групповиков, никакой литератор не имел права творить в одиночку вовсе, а только исключительно ячейками не менее трех членов. Каждый день возникал слух, что то ли приехал, то ли вот-вот приедет товарищ Сталин. Находились знатоки, которые украдкой показывали на поэт Шекспира, в глазах которого якобы имелись отверстия для других глаз. Я все ждал, что кто-нибудь в докладах поменит всу и мое имя, хотя бы в качестве примера омерзительного эгоцентриста, докатившегося в своем эгоцентризме до прямой борьбы с советской властью, но так и не дождался. Видимо, условия, поставленные в свое время товарищем Аграновым, соблюдать приходилось с ним не одному. Исключение поэта Гумилева из пространства поэзии производилось грубо, энергично, нагло и, что характерно, уже почти закончилось, полным успехом. Воистину нет таких крепостей. От скуки и по причине омоложения я стал потихоньку безобразничать. Прав был царя Шока. Подойдя как-то к Андре Мальро, спорящему с Жан-Жан Ришаром Блоком и Володей Познером, я встал с толбом и, вслушиваясь чуждой белокыргызскому уху язык гюго и гатье, стал кивать в нужных местах, не понимая, впрочем, когда спорящие ко мне обращались. Познер вдруг изменился в лице, как давеча Ольга Дмитриевна. Возможно, мой национальный головной убор напомнил ему до боли знакомый Малахай Гумилева. Потом меня познакомили с молодым детским писателем, невысоким, улыбчивым и круглолицем, который пытался объясняться со мной по-хакасски. Он, видите ли, воевал в гражданскую в тех местах. Когда выяснилось, что я сносно понимаю по-русски, он рассказал мне, как его проклял хакасский шаман. Внук шамана ушел в красный отряд, и тогда шаман переломил над пламенем ветку. Он рассказывал, как бы шутя, а я чувствовал, что на нем действительно лежит заклятие. Именно заклятие, а не проклятие. Но разобраться в нем нереализованным было не в моих силах, да и вообще не в силах смертного. Эренбурга я поймал в туалете. Стоя в соседней с ним кабинке, я стал читать Вийона на старо-французском. Воспламененный Илья воскликнул, что знает всех членов французской делегации, а вот мой голос ему не знаком. И не буду ли я так любезен, он поторопил на туру и покинул кабинку раньше моего. Слышно было, как он возбужденно топчется в курилке. Приведя в порядок костюм, я тоже покинул кабинку и обратился к нему, бросившемуся ко мне на встречу с вопросом. «Джалдас, посмотри, где там дергай надо, да?» Эренбург остолбенел. Но тут в курилку ворвался Сулейман Стальский. Русского языка он не знал совершенно, что дало горькому полновесный повод назвать его гомером 20 века. Оказалось, что у славного седого ашуга кинжал не вынимается из ножен. Черный сварочный шов намертво соединил бесценный дамаский клинок с медной окантовкой ножен. «Тенденция, однако», — сказал я и вышел. И сразу мне стало не до шуток. Два молодых человека в синих английских костюмах и добротнейших штиблетах от Шварцкопфа сопровождали пожилую скособоченную леди в цветастой шаль. Я, стараясь не выдать себя, отошел к стене. Когда леди проходила мимо, я почувствовал слабый, но острый запах свежевскопанной земли и увидел на груди ее маниста из лягушачьих вилок и куриных богов. Молодые люди в мою сторону даже не посмотрели. Я от неожиданности поставил серую вуаль такой силы, что на некоторое время как бы перестал существовать для всех миров. Это мгновенно вытянуло из меня всю энергию, и до своего места в ряду я доплелся кое-как нога за ногу. Старая леди тем временем ходила разминающихся после долгого сидения делегатов. Они ее не замечали, а на сопровождающих бросали рассеянные взгляды. Не так, нет, совсем не так должны были смотреть советские писатели на работников славных органов. Прозвенел звонок к началу после обеденного заседания. Напомню, например, что о Виде и Вергилии писали о жидком воздухе, который из мечты поэта стал сейчас реальностью. Теперь каждый из нас за несколько рублей может иметь у себя на столе сосуд с жидким воздухом. Маяковский виноват не в том, что он стрелял в себя, а в том, что он стрелял не вовремя и неверно понял революцию. Вокруг нашего села было очень много болот. Говорили, что в них водятся черти, лешие, и в это многие верили. Но вот болото осушили, и оказалось, что жили в болоте не черти, а обыкновенные бандиты. По данным 1913 года, один химик приходился в России на 340 тысяч жителей. То есть, его процентное содержание в российской природе было ниже, чем содержание газогелия в воздухе. «Я спросил у старого чекиста, долгое время работавшего на Соловках, скажи, Борисов, ты загрубевший человек, ты заведовал многими лагерями, приходилось ли тебе когда-нибудь чувствовать слезы, подступающие к глазам?» И он ответил, «Да, когда я увидел бригаду Павловой на работе, вот вам, товарищи, архитектоника, вы знаете этого художника, это Шекспир! Искусство Шекспира нужно нам, как легким нужен воздух. Грозовым было время Шекспира. Земной шар сотрясался под этим гигантским художником». Возьмем Кимбаева, о котором нам пришлось уже много здесь слышать. Кимбаев почти что настоящий новый человек. Не совсем еще новый, но почти. У нас на татарской сцене образ Кимбаева оставляет неизгладимое впечатление. После попытки фашистского бунта в Париже 6 февраля Франция восстала, а 9 февраля трупы коммунистов лежали на улицах Парижа, доказывая волю французского пролетариата к борьбе. Покуда слух мой услаждался этими перлами, глаза, зоркие белокиргизские глаза, продолжали следить за старухой. Она бродила по проходам, пробиралась между рядов, по-прежнему невидимая для большинства делегатов. Только некоторые отстранялись в безотчетном испуге, вжимаясь в кресло. Я вдруг понял, что ее сопровождающим тоже не по себе, и что они ждут, не дождутся, когда вся эта зловещая затея завершится. Между тем, мне пришла в голову, как это обычно случается в моменты напряжения, совершенно неуместная мысль. Да, прежний уровень российской культуры, по данным 1913 года, был неизмеримо выше. Может быть, он был самый высокий в Европе. Да что значит, может быть, просто самый высокий? Но если бы и тогда согнали в один зал несколько сот человек, являющих собой соль земли русской, то несли бы они с трибуны точно такую же рениксу, разве что с другим уклоном. Старуха удалилась, оглядываясь, и вскоре потный бледный Фадеев объявил о закрытии заседания. — Что-то сердце мне посасывает, сказал хмурясь мой Ваня, будто кикимора под полом завелась.